Он молодой, да? Конечно, это очень молодой. Почему еще гулять-гулять? Расти еще. Расти-расти его, да. Четырехлетний фунтик в фаворитах у всего фаворита. Каждый считает своим долгом его погладить, покормить и пожалеть беднягу. Еще две недели назад он был на грани жизни и смерти. Из глубокой раны выкачали полтора литра гноя. Эту рану каждый день Оля обрабатывает. Это немало трудов доставляет, чтобы лошади все обработать. Это просто ужасно. А вообще дом его на дачах в Дубках, откуда и забрала его Ольга 10 дней назад. И теперь он полностью под ее заботой. Но владелица вместо спасибо еще обвиняет во всем. Мол, это лошадка Ольги. Так фунтика поранила. Уехала я от нее 16-го числа, конь был нормальный. Он их прихрамывал, потому что на мышцах рана заживляется. Чтобы лошадь нормально пришла в форму, где-то недельки 2-3 надо. Я оттуда уехала 16-го числа, от нее забрала лошадку. 27 января она мне звонит, что у фунтик отекла вся нога. И хотя ее даже врачи убеждали, тот январский случай здесь ни при чем. Ольга не поддалась и забрала фунтика. Видела в таких условиях больному парню просто не выжить. Конюшень теплая, но стоит закрытая, все с дверьми. Но лечить лошадь там нельзя, там это холодно. Фунтик и очень худой. Все считают, лошадь просто не кормили. А ел и ест он с удовольствием. Даже в первые дни, когда чувствовал себя совсем плохо. Та хозяйка говорила, она ничего не ест, эта лошадь. Мы ей дали морковь. Эта лошадь усосала просто эту морковку. Она как будто ее не видела никогда. Что касается овса, она просто усасывала овес, сено и так далее. Сейчас у этой лошади очень хороший аппетит и так далее. Я не знаю, что надо было делать, чтобы эта лошадь так похудела. Все единогласно считают, фунтик нужен был хозяйке, пока приносил деньги. Когда был здоров, катал детей в парке. Теперь больным брошен на выживание и нужен только Ольге. Истинная хозяйка до сих пор ничем не помогла. А на лечение уходит в среднем 2000 рублей в день. Раз так решили фаворите, может оставить его у себя навсегда? Да. Елена Шпагина хозяйка, конечно же, не согласна. О фунтике она, уверяет, не забыла. Просто врач посоветовал. Ему нужно три раза в день капельницу. И то, что сюда ездить тяжело, сами знаете, что у нас на дорогах. А на ипподроме есть ветврач. И Ольга Захарова сказала, что да, я договорюсь, и я буду за ним следить. Свою правду готова даже отстаивать в суде. Полицейским уже пожаловалась, заявив о клевете. Одним словом, скандал из-за фунтика только разгорается. Но главное, что он сам идет на поправку. Ольга Патрушева, Виктор Горшенев. Наше время.